Всем привет! Сегодня я расскажу вам о своём детстве. О тех ситуациях, которые отразились на моём поведении и, в принципе, на моей жизни. Оставили след и отпечаток, несмотря на то, что это одно и то же. О разочарованиях буду вам рассказывать. Первое разочарование, о котором я хочу вам рассказать, связано с концертом группы под названием «Ранетки». Мне было 10 лет, я была большой фанаткой, фанаткой Нью-Ранетки. Мне нравилось, как она бьёт по барабанам. Я захотела сделать ей подарок. Я хотела, чтобы она меня запомнила. И купила ей барабанные палочки, чтобы она барабанила по своим барабанам. Этим палочкам 8 лет, а не всё ещё у меня. Это был первый концерт в моей жизни, самая любимая музыкальная группа. И по сей день. Я думала, что после проведения концерта, Ранетки встречаются со своими фанатами и принимают от них подарки. А они ушли, оставив меня с барабанными палочками. Но я не расстроилась сначала, потому что думала, что сама стану барабанщицей, как Нюта, Ранетка. Первый раз их распаковываю, и я ещё не барабанщик. Следующая ситуация связана с переходным возрастом, с прыщами. Как только на моём лице стали созревать прыщи, в моей голове возникла потрясающая идея расковыривать их в удобном для меня месте. Поскольку я была большой поклонницей пирсинга, а в 12 лет вообще мечтала сделать себе симметрию нижней губы. И когда прыщи появлялись на этом месте, для меня это был праздник. Я начинала расковыривать эти прыщи в кровь и была твёрдо убеждена в том, что мои расковыренные в мясо прыщи идентичны лабретам. И вообще у меня симметрия нижней губы. Я даже так фотографировалась и отправляла фотографии друзьям. И каково было моё разочарование, когда в 16 лет я поняла, что зря отправляла эти фотографии друзьям. И вообще зря фотографировалась, потому что мои прыщи не были похожи на лабреты. Ещё с детства в моей голове возникло убеждение о том, что возрастные ограничения у таблеток зависят от веса. Чем жирнее, тем старше. И пила таблетки, предназначенные взрослым людям. А потом, когда в колледже начала проходить фармакологию, поняла, что к весу вообще никакого отношения не имеет ограничения возрастное. Опять жду смерти. На протяжении всего периода выпадения молочных зубов я не подозревала о существовании зубной феи. И когда я поступила в колледж, подружилась с девочками, мы начали обсуждать, кто же каким образом и под каким предлогом вырывал молочные зубы. Я сказала, что... Ну, как есть я сказала, что мама говорила, давай примерим ниточку на зубик. Потом привязывала другой конец ниточки к дверной ручке и закрывала дверь. А девочки, в свою очередь, рассказали, что прилично заработали на своих зубах с помощью зубной феи. Нет, я слышала о зубной фее, но я не знала, что она деньги даёт. Откуда берутся дети? Тогда мне было 7 лет. Я гуляла в компании лучшей подруги и её мамы. И тут перед нами две бездомных собаки начинают друг на друга залезать. Я говорю, что это? И мама моей подруги говорит, что они делают детей. Они делали это очень странно, но не это, а детей. И потом я жила с полной уверенностью в том, что дети человеческие делаются тоже таким образом. По-моему, я даже об этом кому-то рассказывала и даже показала. А потом оказалось, что человеческие дети делаются по-другому. Ещё я грызла ногти. И чтобы я этого не делала, мама купила мне лак-антигрызин. Когда я намазала им свои ногти первый раз и последний раз, я пошла есть бутерброд. И знаете что? Все мои бутерброды были горькими. А я их не ногтями держала. Я их держала подушечками. И, короче, мне не помогло. Я выбрала бутерброды. Как-то раз мама сказала мне о том, что слово «нахер» — матное слово. А я матом не ругаюсь. А это слово мне очень нравится. И каждый раз, когда мама находится рядом со мной, я стараюсь забывать о существовании этого слова подальше от греха. А совсем недавно я узнала о том, что слово-то не матное. А я до сих пор, когда его произношу, в отсутствие мамы частенько оглядываюсь, нет ли её где-нибудь поблизости. Страшно. На этом мои разочарования подошли к концу. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Делитесь в комментариях своими детскими разочарованиями. А я вас очень сильно всех люблю. Свои обнимаю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok